Латентный период нужен для того, чтобы физическое развитие догнало развитие психики. Нас чем-то можно зацепить только через инстинкт. Стойкий негатив на чтение формируется, когда ребенка начинают учить читать очень рано. Задача у начальной школы – научить ребенка учиться. Наша собственная задача – не сравнивать себя ни с кем другим, а постоянно показывать самому себе свой собственный успех. Всем привет! Это лекция «Откуда берутся взрослые», которую психоаналитик Алена Орехова выпускает вместе с Битрикс24. В восьмом выпуске Алена расскажет о латентной стадии развития ребенка, когда у него появляются собственные интересы, как дети начинают фантазировать и как формируется образное мышление, откуда у ребенка может появиться любовь к чтению и как подобрать первую школу и первого учителя. Обо всем этом в восьмой лекции «Откуда берутся взрослые». Пяти-шести годам ребенок, при условии, что он прошел фаллическую стадию развития и обрел способность отказаться от недоступного объекта с сохранением чувства любимости, переходит в латентную стадию развития. Латентная. То есть само слово говорит о том, что это скрытое. Что же скрыто в этом возрасте? К этому возрасту ИД прошло все стадии развития. Оральную, анальную, фаллическую обрело все точки фиксации, где-то задержалась. И, по сути, психика ребенка к возрасту 5-6 лет полностью готова для того, чтобы выйти во взрослую жизнь. То есть все инстинкты, а их у нас всего два, по тому, как нам рассказывал Зигмунд Фрейд, это агрессивные и сексуальные. Они прошли все стадии развития, но почему фаза скрытая? Потому что психика готова к выходу во взрослую жизнь, а нет еще созревшего тела, которое может все эти инстинкты реализовать. Агрессивный и сексуальный. И поэтому латентный период нужен для того, чтобы физическое развитие догнало развитие психики. И поэтому развитие психики останавливается в этом возрасте. То есть инстинкты никуда не деваются, но они покрываются толстым-толстым слоем психологических защит, которые не позволяют этим инстинктам прорваться наружу. Отличительными чертами того, что ребенок вышел именно в латентную стадию развития, являются то, что ребенок становится спокойным, ребенок становится послушным, Ребенок разворачивается к сверстникам. То есть его в этом возрасте сверстники интересуют гораздо больше, чем родители. Ребенок очень гибок в отношениях, с ним можно договариваться, потому что нет зависимости, нет анальной борьбы вечной власти и контроля. То есть нет потребности в бесконечном восхищении, конкурентности. Отличительной чертой еще является то, что у ребенка этого возраста появляется огромное количество своих собственных интересов и увлечений с чертами одержимости. Почему с чертами одержимости? Потому что именно через эти его интересы и увлечения и проявляются вот эти вот подавленные инстинкты. То есть если ребенок где-то подзастрял на анальной стадии развития, то появляется анальное накопительство, которое выражается в бесконечном коллекционировании. Только у ребенка латентного периода такое огромное количество энергии, которое может заставить его ехать на другой конец города, чтобы обменять какую-нибудь игрушечку из киндер-сюрприза на недостающую ему. И, в принципе, вся индустрия потребительская, она и реализует эту возможность ребенка одерживо заниматься этим коллекционированием. И, в принципе, они очень хорошо на этом зарабатывают, да, потому что появляется огромное количество всевозможных коллекций, да, то есть и в киндер-сюрпризах. Ну, я не знаю, во что сейчас играют дети, но когда вот рос мой сын, это были постоянные какие-то фишки, которые тоже надо было постоянно выменивать, куда-то за ними ездить. Ну, бегемотиков я сама собирала из киндер-сюрприза и тоже ездила куда-нибудь их обменивать, потому что мне было важно, чтобы была собрана вся коллекция, которая там на картинке представлена. Да, то есть, проходя мимо киосков «Союз Печати», я вижу, да, то есть, что там всевозможные детские журналы, да, то есть обязательно с какой-то игрушечкой, и поэтому надо собрать всю эту коллекцию то камушков, то куколок, то неизвестно чего. То есть это особенность этого возраста, да, то есть ребенок ее проживет, когда закончится этот возраст, но может так и застрять на анальной стадии развития, да, то есть это коллекционирование и накопительство переходит потом во взрослую жизнь. Родители по-прежнему очень важны для ребенка, но когда появляется вот эта вот способность отказаться от недоступного объекта, ребенок говорит, ну и ладно, любите друг друга, а я женюсь на Маше из младшей группы, да, то есть он поворачивается к сверстникам, и уже в детском саду начинаются бурные романы, они все там женихи и невесты, они бесконечно, то есть вот мы считаем, что дети, да, то есть вот у них нет этого инстинкта, они все это проживают совершенно серьезно, да, то есть там такие интриги закручиваются, любит, не любит, изменил, бросил, да, то есть, ну, страдания и трагедии, и это все действительно не проживает совершенно реально, и поэтому надо с большим уважением к этому относиться. Но для того, чтобы пережить все-таки вот эту вот травму разворота от родителей, потому что, ну, очень трудно ребенку это сделать, то есть до 5-6 лет центром внимания, да, то есть была особенно материнская фигура, и, конечно же, отказаться от нее очень сложно, то детская психика придумывает такой ход, назвал это Зимбун Фрейд, фантазией семейного романа. Дети начинают фантазировать о том, что их родители на самом деле это не их настоящие родители, а их настоящие родители совершенно идеальны, они живут в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, и они обязательно король и королева, и вот они его обязательно найдут, и посвятят всю свою жизнь ему, и все у него будет прекрасно. И даже если дети не рассказывают этих историй, они эти истории проживают у себя в голове. Но есть дети, которые совершенно открыто рассказывают эти истории, и очень часто там воспитатели потом обращаются к родителям, вызывают их на разговор, а что вот действительно это правда, там ваша дочка сказала, что вот вы ее взяли, да, то есть там из детского дома, да, то есть родители вообще в полном недоумении, да, а дети совершенно, да, то есть рассказывают, веря в это полностью, да, что все это не так. Или есть такая фантазия о сестре-близняшке или там братики-близнеце, что ну вот это вот я-то тут с этими вот ужасными людьми, которые только своими жизнями занимаются и любят друг друга, а я тут такой брошенный. А вот моя какая-то часть, она там живет вот с этими хорошими, то есть ну вот, да, то есть ощущение, что вот есть кусок меня, который живет с хорошими идеальными родителями. Очень много в индийском кинематографе, да, фильмов на эту тему. Я помню в детстве просто, наверное, в кинотеатре я раз десять смотрела всякие эти Зита и Гита, Рам и Шау, да, здесь их разлучили, одна бедная несчастная в нищей семье, а другая там вот в богатстве и вот как они соединяются. Это вот все, да, то есть развитие вот этой вот фантазии семейного романа, которая позволяет ребенку очень мягко пережить вот этот вот момент разворота. И в этом возрасте появляется важное качество у ребенка, которое называется образное мышление. То есть вот до пяти-шести лет у ребенка еще не развито образное мышление, в этом возрасте оно начинает появляться. И поэтому это тот самый возраст, когда дети начинают фантазировать. И из того, как люди обходятся со своими фантазиями, да, можно людей разделить на несколько категорий. Люди, которые умеют фантазировать, они проживают очень много фантазий у себя в голове. Люди, которые умеют фантазировать и умеют записывать эти фантазии. Из них получаются писатели, да, то есть сценаристы, режиссеры. И люди, которые сами фантазировать не умеют, но зато умеют пользоваться чужими фантазиями. И из этих людей получаются читатели, да, и зрители. И, по сути дела, если говорить о возможности самоанализа по поводу того, на какой же стадии развития застрял я, то мои пристрастия в чтении, да, и в кинематографе всегда мне укажут на то, какую потребность я удовлетворяю. Потому что все художественные произведения, и литературные, и кинематографические, да, то есть это всегда фантазия создателя о своей неудовлетворенной потребности. И если писатель пишет о своей неудовлетворенной потребности, то те люди, которые любят этого писателя и читают этого писателя, да, то есть они имеют ту же самую неудовлетворенную потребность, и с помощью произведения они эту базовую потребность удовлетворяют. О потребности, мы говорили, у нас с вами всего три. Потребность зависимости, потребность во власти и контроле, и потребность в восхищении. И исходя из этих потребностей, да, то есть людей можно разделить на категории, которые удовлетворяют именно эту базовую потребность. Что будут читать люди орального склада характера? В чем заключаются все любовные романы? Ну вот, которые такие бульварные, да. Жила она такая бедная, несчастная, да, и тут появляется принц на белом коне, который решает все ее проблемы, да, то есть вообще приводит ее в красивый дом, да, тут вот все богатство, все у нее есть, и главное, что ей для этого ничего не надо делать, просто быть такой прекрасной. Да, то есть вот она базовая потребность зависимости, что есть кто-то большой и сильный, кто удовлетворяет все мои потребности, главное, я за это ничего не должен. И все любовные романы, они заканчиваются именно вот на этом моменте, да. То есть долго описывается, какая она бедная, несчастная, да, потом как вот он ее находит, спасает, и потом вот, ну, свадьба, а дальше ничего не рассказывают и не показывают, да. Ну вот так же вот и люди с базовой потребностью зависимости, они и живут, да, все время вот этими надеждами, что кто-то появится в их жизни, кто все решит, и вообще все в их жизни будет прекрасно, а я делать ничего не буду, потому что дальше, да, то есть не показывают, ну, как же их семейная жизнь дальше развивается и какую ответственность, да, второй человек несет в отношениях, потому что все-таки партнерские отношения, да, то есть это взаимная ответственность, да. И вот люди с этой вот неудовлетворенной базовой потребностью в зависимости, они скупают эти книги тоннами, на чем тоже очень хорошо зарабатывают, либо они смотрят фильмы такие, да, вот про вот эту вот любовь необыкновенную, которую вот всю жизнь ждала, и так это все прекрасно, да, то есть все, все сериалы, да, то есть вот эти вот бесконечные, помните, мы с вами говорили о том, что произошло у нас в стране, да, когда, ну, вот мы выпали из этой системы во время перестройки, ну, то есть раньше государство несло эту функцию, да, то есть мы все знали, что мы родимся, пойдем в Ясли, потом в детский сад, потом в пионерская организация, комсомольская, да, потом партия, все время кто-то о нас заботится, заботится, да, и потом уходим на пенсию, нам тоже все дают, и мы вообще счастливы, раз в год путевку в санаторий, вообще все довольные, счастливы. И тут раз все это рухнуло, да, мы провалились вот в это, ну, жуткое дефицитарное состояние, когда нет вот этой вот фигуры, которая несет за нас всю ответственность, да, и вспомните, какое огромное количество вот этой вот, ну, мыльных опер, да, пришло на наше телевидение, да, то есть, ну, раньше не было интернета, телевизор же люди смотрели, и когда просто вымирал весь город в определенный час, потому что все шли смотреть, что там было, это, Мария какая-то, Санта-Барбара, потом вот эта вот мексиканская-то какая-то, то есть, что там, ну, в общем, да, богатые тоже плачут, там же главное, чтобы кто-то нашел эту бедную, несчастную девушку, которая была служанкой, и потом вот она стала, ну, просто королевишной, да, и, конечно же, когда внутри у меня вот эта вот боль, внутри вот эта пустота, вот эта дырка, конечно, я заглатываю эту серию за серией, и я вообще мне уже плевать на своих домашних, я бегу с работы, чтобы только сесть у телевизора, да, потому что происходит же этот вот момент идентификации, да, то есть я просто вот сливаюсь с этой героиней и верю, что в моей жизни произойдет такое-то чудо, и все, уже мне больше не надо будет ходить на эту работу и вообще за этих детей вести ответственность, потому что, ну, все в моей жизни будет прекрасно. Замечательно. Просто замечательно. В моменте это дает успокоение, но ты на следующий день уже бежишь смотреть следующую серию. Ты, когда прочитал один этот роман, да, бульварный, ты бежишь сразу покупать другой, потому что это нужна постоянная-постоянная подпитка. И тогда вот эта вот характеристикой является такое вот запойное чтение, знаете, когда вот, ну, ты не можешь остановиться. То есть чем вот выше вот эта неудовлетворенная базовая потребность, тем больше потребность вот в этом постоянном насыщении. Я вспоминаю себя. Я, наверное, в подростковом возрасте прочитала, ну, всю мировую художественную литературу. Родители, уходя на работу, прятали от меня книги. Я их находила то в стиральной машине, то в холодильнике, ну, потому что я делать ничего не могла. Но это вот как наркомания, да, когда вот ты подсаживаешься, да, и вот эти вот романы бесконечные, а Тургенев, это же вообще, ну, просто... Это такая боль вообще нестерпимая. Ну, потом вообще все вот это так разрешается. Ну, с одной стороны, хорошо, что вот, ну, я прочитала всю мировую художественную литературу в подростковом возрасте, правда, благополучно забыла у меня все. Меня сейчас вот спроси, о чем там тот или иной роман. Ну, потому что, ну, цель другая была, да, то есть у этого всего, не для, там, ну, размышлений каких-то, да, то есть там философских, а просто удовлетворить вот эту вот, ну, внутреннюю пустоту и потребность, чтобы, ну, хоть кто-то был в твоей жизни, вот такой вот замечательный. Философская литература, духовная литература, религиозная литература, да, то есть это все вот про это, про слияние, да, про то, что есть что-то выше меня, такое вот великое, всемогущее, которое вот все разрешает, да, то есть, ну, любой способ уйти от ответственности за свою жизнь, да, и, ну, что в кинематографе, что в литературе очень много этого. И заметьте, да, то есть у любого писателя у него всегда есть какая-то красная линия, да, то есть вы берете произведения писателя, они всегда узнаваемы, потому что всегда есть вот эта вот генеральная линия именно вот этой вот базовой потребности. Возьмите любого режиссера, да, то есть все фильмы всегда об одном и том же. Ну, по сути получается, да, то, что у реализованного человека нет особо потребности, да, то есть вот в таком вот творении, потому что, да, то есть это всегда реализация какой-то своей внутренней боли. Теперь у нас люди анального характера. Если основная характеристика анальности – это расщепленность, да, то есть на фею и на бабу-югу, то есть все то, где мы видим, вот это вот расщепление, ну, злодей, да, то есть и полицейский, да, всегда на хорошее и плохое, там, да, то есть всегда присутствует вот эта вот анальность. И в этом возрасте у ребенка появляется, да, то есть на анальном периоде потребность смотреть, да, какие-то вот мультфильмы, где присутствует эта расщепленность, потому что с помощью этих мультфильмов легализуется агрессия, да, то есть мы показываем ребенку, что агрессия – это нормальное человеческое чувство, и никто не разрушается от этой агрессии, да, то есть это, ну, в моем возрасте это было «ну погоди», да, то есть там как бы, да, то есть друг над другом не издевались, да, то есть заяц и волк, ну, всегда все заканчивалось с дружбой и жвачкой. В наше время, в ваше время, да, это Том и Джерри, да, то есть бесконечное количество серий, где тоже, да, то есть чтобы там как бы эта мышь над котом не издевалась, а как бы этот кот не хотел ее сожрать, да, то есть тоже всегда все остаются живы. И очень часто, ну, да, сейчас еще и телевизионные шоу появились, но всегда все об одном и том же. Понятно, что всегда все срежиссировано и всегда все ложится на базовую потребность. Вообще, да, то есть вся реклама, все ток-шоу, они смотрятся, потому что они откликаются в нас, потому что в нас во всех есть базовые потребности. И если раньше латентный период, ну, вот как описывал Зигмунд Фрейд, да, то есть длился от там 5-6 до 13 лет, когда хватало психологических защит, чтобы покрыть агрессивный и сексуальный инстинкт, да, чтобы ребенок вообще этого не видел и об этом не знал, то в наше время дети выскакивают сейчас из латентного периода в 9, да, в 9-10 лет все, они уже вылетают. Почему? Потому что огромное количество рекламы, которые каждый день сообщают ребенку, что сексуальность и агрессивность есть. И даже если у вас дома нет телевизора, если вы не разрешаете ребенку, да, то есть смотреть в интернете что-то, то ему на улице об этом сообщат, потому что любые рекламные баннеры, они всегда сообщают об инстинкте. Почему? Потому что нас чем-то можно зацепить только через инстинкт, только через инстинкт мы реагируем. То есть если вы хотите, если вы работаете в продажах, да, то есть чтобы продажи шли успешно, всегда реклама идет через либо агрессию, либо сексуальность. И чтобы не продавались, но обязательно на рекламном буклете должна быть либо обнаженная грудь женская, либо попа, либо нога, да, то есть там с чулком, то есть, ну, не важно что, да, то есть, но сообщающее, что сексуальность есть. Потому что на это мы все реагируем бессознательно. Это самый лучший рычаг. И вот ребенку, значит, об этом сообщают. И поэтому, ну, вот в наше время дети очень рано влетают. Если раньше он жил себе спокойно лет до 14 и потом сразу выходил в подростковый возраст, то сейчас очень рано. А, и родители очень часто говорят, да, то есть мы детям запрещаем смотреть такие мультфильмы, да, потому что это все про агрессию, это про зло, да, то есть, а каким образом легализовать тогда агрессию? И тогда ребенок боится потом во взрослой жизни эту агрессию демонстрировать, да, то есть, ну, а демонстрировать агрессию, это же не значит, да, то есть, ну, идти брать, там, нож или пистолет, а это говорить о том, что, там, я злюсь, да, то есть, там, я этого не хочу и что это совершенно нормально. Что у нас будут читать, смотреть люди фаллического склада? Фэнтези, приключения, муж, какая главная потребность? Потребность в восхищении, да, а вторая часть фалличности, эдипальная, конкурентность, да, и вот рыцарские, исторические романы, когда, в чем смысл, да, то есть, рыцарских романов, что сидела там принцесса в замке, да, то есть, рыцарь, да, рыцари за нее боролись, кто победил, тот на принцессе и женился, да, то есть, смысл-то, да, эдипальности, папу надо замочить, да, и на маме жениться, что ты можешь быть хорошим и любимым, только когда ты кого-то побеждаешь, да, и самая фаллическая, эдипальная детская сказка, это муха-цикотуха, да, вот какой-то паучок, нашу муху в уголок по волок, да, а тут комарик выбегает, паука кастрировал, на мухе женился, все, то есть, это сказка, и все аналогичные, понятно, уже сейчас там современные произведения, а это вот фаллического уровня, и детям важно читать произведения, соответствующие их возрасту, для того, чтобы у них эта вот потребность удовлетворялась с помощью художественных произведений. И получается, что раз у ребенка в этом возрасте появляется образное мышление, у него появляется естественная потребность в чтении, чтобы с помощью, да, то есть фантазии удовлетворять свои базовые потребности. И тогда встает очень большой вопрос, почему же тогда дети не читают. Ну вот к моменту, когда им надо идти в школу, дети не читают. И причин, по которым дети не любят читать, ну, как минимум две. Первая причина называется стойкий негатив на чтение. Стойкий негатив на чтение формируется. Когда ребенка начинают учить читать, очень рано. А сейчас родителям очень важно показать, какие они замечательные родители, что у них ребенок в три года уже читает. И нет большого труда научить ребенка в три года читать. Ну вот, правда, ребенок в три года, особенно ради похвалы и восхищения мамы, готов сделать все, что угодно. Но чтение в этом возрасте у него механическое. Да, то есть научить ребенка буквам и складывать буквы в слоги, а слоги в слова, это не так-то сложно. Но мы говорили о том, что образное мышление формируется только к пяти-шести годам. То есть в три года образного мышления нет. И у ребенка за словом не стоит образ. То есть он слово прочитал, но там за ним ничего нет. Вы, конечно же, уже когда учились, наверное, не было букварей. Когда я училась, сначала была азбука, где каждая, на каждую букву нанизывался образ. А там, арбуз, автобус. Вот я помню до сих пор, меня бабушка учила читать, что Э это этажерка. Вот это так запечатлевается на всю жизнь. Нам на каждую букву навязали образ. Потом пошел букварь. И там мама, мыла, то есть раму. И картинка. То есть нарисовано. Букварь же это всегда было с картинками. Нам все время показывали образ. Когда ребенка учат читать в три года, у него образа нет. Это так же, как вы учите иностранный язык. То есть первое слово предложение перевели. Второе перевели. На третье образ уже не возник. И к концу предложения ничего не поняли. И чувствуете себя идиотом. Вот ребенок, которого рано научили читать, он читает. Но у него нет образа. Он чувствует себя дурачком, потому что он не понимает, что читает. Образа нет. Но детям очень важно соответствовать ожиданиям родителей. А почему у родителей ожидания от ребенка? что-то свое не реализовал. И хоть реализоваться в том, какая я хорошая мама и какой у меня умный ребенок. И поэтому нормативы в школах катастрофически увеличиваются. То есть сейчас для того, чтобы пойти в хорошую школу, надо сдать экзамен. Ну, да. Ваши, конечно, в мои годы это все было проще гораздо. То есть шли в школу, которая во дворе. И все было прекрасно. Уж точно никаких экзаменов не надо было сдавать. Сейчас есть подготовительные курсы и подготовка к школе. А теперь еще оказывается, что в хорошую школу поступить на подготовку в эту школу, надо тоже сдать экзамены, чтобы поступить на подготовительные курсы к подготовке к школе. И, конечно, всем родителям хочется, чтобы дети пошли в хорошую школу. И тогда детей начинают готовить к экзаменам, к подготовительным курсам подготовки к школе. И дети начинают читать очень-очень рано. И психологи задумались вообще, что происходит, почему дети так быстро сейчас читают. И провели такой эксперимент. То есть ребенку давали текст о том, что там на лугу пасется корова. И ставили перед ним картинку, где на полянке собачка бегает за бабочкой. Дети читали с космической скоростью. Все нормативы были выполнены. А потом ребенка спрашивали, о чем ты читал. 90 процентов детей читали про собачку, которая бегает за бабочкой. Дети идут в школу и не понимают, что они читают. В постперестроечное время появилось огромное количество школ раннего развития. И все родители были озадачены тем, да, как можно раньше отдать ребенка в школу раннего развития, чтобы научить его к школе читать, писать, еще желательно три иностранных языка знать. То есть тоже это от чего начало происходить, что во время перестройки, да, когда вот разрушилась система, потерялись опоры, огромное количество людей потерялось в этой жизни, да, где-то в свое время там сами недоучились, ну, надеясь все время, да, то есть на государство. И тогда, когда люди находятся в регрессии, а мы говорили, что в регрессии очень большая потребность в слияние. Произошло слияние с детьми и начали их активно учить. Но сам уже ничего не смогу, но ребенок как часть меня выучится, чего-то в жизни достигнет и мне обеспечит спокойную старость. И дети, втягиваясь в этот симбиоз, начинали учиться усиленно, но хорошая учеба становилась симптомом. То есть помните, мы с вами говорили, когда вот в шесть месяцев начинает формироваться эго, что эго стоит на трех китах, да, то есть эмоции, интеллект и моторика тела. И произошел такой перекос в интеллектуализацию. Дети, детей очень много учили, интеллект развивается, но не развивается эмоциональная сфера, да, и западает моторика. Ну, дети перестали во дворах бегать, в казаки-разбойники играть, да, то есть в классики, там, в прятки. Стало очень много проблем у детей с нервными тиками, с заиканием, да, то есть, ну, вот всевозможных неврологических проблем. И детей приводят на, там, занятия к психологам, да, к неврологам. И уходят тики, уходят, да, то есть заикание, но вместе с этим уходят и хорошая учеба как симптом. И, конечно же, родители такие вещи совершенно не устраивают, да, то есть и психологам говорят, мы вам привели ребенка умного, значит, учащегося на одни пятерки, да, что вы сделали с ним? И здесь вот такой вот пошел конфликт. И поэтому очень важно, ну, отделить себя от ребенка и все свои задачи реализовывать самостоятельно, да. А ребенку позволит развиваться, ну, в темпе соответствующего его физическому возрасту. Потому что сейчас значительно лучше ситуации со школами, с этими всеми подготовительными курсами, со школами раннего развития. Потому что, помните, мы говорили, что мама должна стать законным расширением эго ребенка, делясь с ним эмоцией, да, что все три вот эти структуры должны развиваться очень медленно и параллельно одновременно все. Эмоции самостоятельно ребенок не может, да, то есть освоить. То есть мама ему рассказывает, показывает. И сейчас очень ситуация меняется. И действительно появились школы, там, и детские сады, где именно упор делается на эмоциональную сферу. Потому что если ребенок эмоционально зрел и именно эмоционально развивается соответственно возрасту, то интеллект всегда догонит. И поэтому акцент надо делать на этом. И поэтому, да, то есть вот при этом стойком негативе на чтение, чтобы ребенка рассчитать, вы начинаете ребенку читать. Но так как его начали учить читать, когда, допустим, у него не было еще образного мышления, вы начинаете вкладывать образы. Да, то есть вы читаете очень ярко, эмоционально окрашивая тот материал, который вы читаете. И тогда, и еще здесь, как развивается образное мышление. То есть вы читаете, да, то есть это все, ну, изображаете, да, то есть интонацией своей. И заканчиваете на самом интересном моменте. И тогда включается образное мышление, да, то есть вы говорите ребенку, слушай, ну вот сегодня все уже, заканчиваем, да, но ты пофантазируй, как ты думаешь, как дальше будут развиваться события, да, то есть, а вечером ты мне расскажешь свою версию, я тебе расскажу свою версию. То есть вы запускаете вот это вот образное мышление, да, когда ребенок начинает сам придумывать вот это вот разное развитие событий. Читать лучше ребенку не на ночь, потому что вот это вот ночное чтение, да, то есть, а когда ребенку надо ложиться спать, а у него только запускается этот процесс образного мышления, да, и ему никак не уснуть, либо он вынужден это прервать, потому что вы почитали, требуете же, чтобы он сразу заснул, а как он может заснуть, когда у него, значит, вот это вот все развивается. Поэтому, конечно, лучше выделять время, ну, в течение дня. А перед сном лучше вот обнималки, и я забыла, кто автор, есть такая методика, Багрунов, есть такой, не слышали, или как, не знаю. Ну, найдете в интернете шепталки перед сном, да, что вы не читаете, а вы обнимаетесь, да, то есть, и вот там шепчетесь, да, то есть, там, расскажи, там, а что у тебя, какие там секретики, там, а все, вот, ну, просто 15 минут ребенку достаточно. А еще есть такая методика, когда перед сном, вернее, во время сна, вот эту вот фазу, как она называется, там, короткого сна, да, когда еще информация, да, вы шепчете ребенку, да, что он самый лучший, и какое счастье, что ты выбрал меня своей мамой, и все это вот ему нашептываете, нашептываете, он вроде спит, а у него вся эта информация откладывается. Даже то, что вы не смогли сделать в тех возрастах, когда, да, то есть, это было важно ребенку, да, то есть, вы вот напрямую, на бессознательное можете, вот, всю эту информацию, вот эти вот первые 15 минут сна. Вся эта информация закладывается. То есть, это то, что касается стойкого негатива на чтение. Есть еще одна причина, да, по которой дети не читают, это дисгармоничное развитие. Это то, вот, о чем я сейчас рассказывала, да, когда неравномерно развивались структуры, эго, и когда произошла интеллектуализация, и за текстом не стоит, не то просто образа, не стоит никакая эмоция. А что такое художественная литература? Художественная литература – это сплошная эмоция, да, а когда развитие дисгармоничное, то идет отдельно интеллектуальная информация, да, а эмоциональная информация за этим никакая не стоит. Что читают дети с дисгармоничным развитием? Ну, они либо комиксы смотрят, потому что там нарисованы эмоции, да, то есть там каждый герой, ну, нарисован, либо хохотит все в утрированном виде, чтобы до ребенка точно доходило, что происходит. Либо энциклопедическая литература, справочники, энциклопедии, где не надо включать эмоции, но зато они в три года знают, как, да, то есть сконструирован космический двигатель, и он тебе обо всем этом расскажет. И когда вот я раньше работала с детьми и приглашала родителей на предварительную встречу, они приходили с таким восхищением, рассказывали, вот у меня ребенок в три года, да, то есть вот он знает, как устроен, да, то есть корабль, как устроен там двигатель, все, он там чертит что-то. Ну, я понимала, все, трондец, приехали, значит, сейчас мы столкнемся с какими-то действительно детскими, да, то есть там всеми этими страхами, тиками и всем прочим, потому что, ну, ребенок должен развиваться, соответственно, возрасту именно эмоционально. И они такие очень умные дети, они, да, несколько языков знают, да, но они не умеют общаться, они не умеют дружить, они, да, то есть, ну, не проявляют никаких эмоций. Поэтому, если уже вы и ищете для ребенка перед школой какую-то подготовку, ищите там, где большой акцент делается на эмоциональное развитие, где там театр, какой-то что-то, сценки разыгрываются, какие-то, да, то есть где вот, ну, включают именно эмоциональную сферу. Так вот, если это дисгармоничное развитие и ребенок не читает, потому что у него в художественном произведении, да, его ничего не затрагивает эмоционально. Здесь понятно, что ребенка надо растить эмоционально, проводя его по всем вот этим вот этапам, о которых мы говорили, да, то есть оральному, анальному, фаллическому, удовлетворяя ту потребность, которая именно в этом периоде. И помните, что мы говорили, что если потребность не удовлетворена в том возрасте, в котором она удовлетворяется в норме, в дальнейшем она удовлетворяется через проговаривание. То есть вы не напрямую удовлетворяете потребность зависимости, да, а через проговаривание. Как это выглядит? Ну, допустим, там подросток, который регрессировал на оральную стадию развития, а это норма подросткового возраста, регресс на оральную стадию развития, а на оральной стадии потребность зависимости, чтобы кто-то нес полную ответственность, да, и ребенок там начинает говорить, мама, там, я сегодня в школу не пойду, да, напиши, пожалуйста, записку учителю. Да, и вы говорите, да, это же потребность зависимости, да, я принимаю решение, но ответственность, да, за это несешь ты, да, то есть вы говорите, я тебя прекрасно понимаю, да, и я тоже очень не любила ходить в школу, и ты можешь это делать, и ты можешь принять такое решение, но, пожалуйста, да, договаривайся с учителем сам, да, то есть, ну, возьми на себя эту ответственность. То есть вы передаете, да, то есть потребность орального периода, это чтобы все догадывались о моих желаниях, да, и вот я вам уже рассказывала, да, о девочке, которая, вот это моя первая психоаналитическая клиентка, которой было три годика, с которой я начинала работать как детский психоаналитик, ну, я вам, помните, рассказывала, как она выстроила все игрушки точности, да, то есть с той ситуацией, которая происходила в семье, а родители были уверены, что она вообще не догадывается о том, что происходит в семье. И вот как я с ней работала именно с этой вот, ну, потребностью в зависимости, да, и чтобы все догадывались. То есть она приходила в кабинет, в кабинете было очень много игрушек, и были игрушки, которые на верхних полках стояли. И она подходила к верхней полке, смотрела на какую-то игрушку, смотрела на меня, смотрела на игрушку и смотрела на меня, да. То есть можно просто подойти, снять игрушку и дать, да, но тогда эта потребность никогда не будет осознанной. Да, что вы делаете, да, то есть когда вы видите у взрослого человека или у ребенка, да, то есть того возраста, когда он физически уже вышел из этого возраста, да, а потребность осталась, вы говорите, слушай, я вижу, что тебе очень важно, чтобы я сейчас догадалась, что ты хочешь эту куклу. Но тебе уже три годика, и ты умеешь разговаривать, и детки, которые умеют разговаривать, они могут просить. Она приходила в следующий раз, начиналось все то же самое, я ей опять повторяла, да, то есть, ну, вот осознание потребности, да, то есть нужно время, чтобы оно прошло. Потом, то есть, и, естественно, отдавала, то есть я проговаривала и давала ей эту игрушку. Потом она приходила, смотрела на меня, потом, а, дайте, да, мне, пожалуйста, игрушку. То есть вот через проговаривание, да, вы показываете ребенку его потребность, потребность становится осознанной и формируется новый способ действия в этой ситуации. Итак, дисгармоничное развитие, да, то есть как рассчитать ребенка. Потому что, ну, дети не читают, потому что за текстом не стоит эмоция. Это чтение, это семейные чтения, чтение пароля, да, то есть, ну, вот раньше в дворянских семьях было очень принято, когда садилась вся семья, да, распределилось какое-то художественное произведение, да, да и я еще, когда училась в школе, у нас так и называлось, не классное чтение, да, и мы распределяли паролям и читали паролям. И когда ты читаешь паролям, ты, ну, вот проигрываешь и проживаешь каждую эмоцию. И точно так же, да, то есть в семье вы можете устраивать эти чтения на очень таком эмоциональном уровне, артистично, да, то есть вкладывая в эмоции. Вот я очень благодарна своему папе, потому что когда рос мой сын, да, то есть, ну, вот его дедушка рассчитал, да, у меня ребенок читающий, потому что дедушка изображал вообще все художественные произведения. Он скупил вообще всю приключенческую, фантастическую литературу. И если они читали про пиратов, дедушка бегал по квартире с перевязанным глазом, значит, и с каким-нибудь кинжалом деревянным, да, то есть либо про космический корабль что-то изображалось. То есть проживалось каждое произведение, то есть включалась эмоция, да, и ребенок эмоционально проживал каждое произведение. Да, это очень, ну, долгий процесс. Вытащить ребенка из дисгармоничного развития, когда, да, то есть формирование эго пошло дисгармонично, сложно, но можно. Да, это труд, да, в это включается вся семья, и вы устраиваете вот эти вот семейные, эмоциональные, художественные чтения. Ну, и латентный возраст – это тот возраст, когда ребенок готовится к школе, да, и идет в школу. И всегда встает вопрос, ну, как выбрать. Как выбрать первого учителя, как выбрать школу. Это больная тема. Ну, сложно с системообразованием, правда, сейчас тоже становится лучше значительно, но все равно сложно. Школы там с этими их показателями, отчетами. Вот. В первый класс лучше всего ребенка отдать самую простую школу во дворе, самую близкую к вашему месту жительства. Потому что нет у школы начальной задачи научить. Да, то есть, если взять программу первых трех классов, да, то есть, ну, в принципе, ребенок десяти лет может это освоить за месяц. Потому что задача у начальной школы совсем другая. Задача у начальной школы – научить ребенка учиться. Потому что именно в этом возрасте формируется такое качество, как трудолюбие. Способность ждать результата, получая удовольствие от процесса. Задача родителей – показать ребенку кайф от процесса узнавания чего-то нового, освоения каких-то новых качеств, не ожидая результата. Потому что очень часто, когда ребенок собирается в школу, да, то есть, ему говорят о том, что, ну, под... Его спрашивают, ну, что ты там будешь в школе делать? Ты хочешь в школу? Да, я пойду получать пятерки. Да, то есть, детей настраивают все время на результат. А важно настраивать на процесс. Ты пойдешь, там будет так интересно, ты, там, познакомишься с другими детьми, вы будете бегать на переменах и кайфовать, да. То есть, ты будешь каждый день что-то узнавать новое, убрать вот этот вот акцент на результат. И очень хорошо, что сейчас, да, в начальной школе, ну, редко ставят оценки, но все равно что-то ставят, да, какие-то звездочки. Ну, какая разница, да. То есть, ну, это все равно та же самая оценка. Задача первой учительницы показать ребенку его успешность и показать каждому ребенку его собственный индивидуальный результат. Потому что кто-то пришел в школу из группы подготовки школ, к школе он умеет и читать, и писать, и знает два языка. Кто-то пришел для всякой подготовки. Но задача учителя, да, показать, что у тебя получается и что у тебя получается. И когда ребенок, который никогда не писал, сидит, пыхтит и выводит палочки, да, то есть задача учителя показать, какой ты молодец. Ты посмотри, вчера у тебя было только две ровные палочки, а сегодня у тебя три ровные палочки. ты просто герой. Да, какой-то ребенок в это время пишет предложениями уже. И задача учителя показать тому ребенку его результат. Ребенок должен выйти из начальной школы с ощущением собственной успешности, что он может все, потому что ему это показали. И еще очень важно, что когда ребенок идет в первый класс, сделать учебу с собственной ответственностью ребенка. Почему это так важно? Потому что ребенок латентного возраста, да, прошел уже все стадии предварительного развития, где-то зацепился, и отношения с мамой уже где-то подпорчены. И тогда ребенку для, ну, вот этой неидеальной мамы очень трудно, ну, для нее что-то делать. Вот очень важно помочь ребенку выстроить отношения с учительницей, как с идеальной мамой, для которой он будет что-то делать. И когда у него, да, там что-то не получается, вы говорите, вот, завтра пойдешь с Марией Ивановной, да, то есть разберешься, и он будет, да, то есть лететь и стараться. Потому что если отношения с вами нарушены, то учеба станет способом прояснения отношений. Если у вас не сформированы эмоциональные отношения с ребенком в то, о чем мы говорили с вами на прошлых лекциях, в совместном ничего не делании, тогда учеба становится единственным способом привлечь на ваше внимание. И тогда, когда у меня не получается, и мама часами сидит со мной, я получаю то, что мне необходимо. Мама переключается на меня, и все свое внимание уделяет мне. А внимание – это ключевая потребность ребенка. потому что внимание родителя дает ребенку ощущение безопасности. Ну, потому что ребенку, да, то есть когда он родился, ему во внешней среде без постоянного внимания родителя не выжить. И это заложенная в нас генетически потребность во внимании. И если мое внимание только привлекается тогда, ну, ко мне внимание привлекается только тогда, когда у меня не получается, у меня будет не получаться. Потому что тогда родители будут сидеть со мной. И зачем мне быстро делать уроки? А когда вы скажете ребенку, боже мой, представляешь, как здорово, ты уже вырос. И когда ты в школе, у меня есть возможность сделать массу своих дел, и когда ты сам сделаешь уроки, да, то есть я в это время приготовлю ужин, а потом мы с тобой будем беситься, да, вместе смотреть какой-то фильм, прыгать по дивану, у него появляется стимул, ради чего ему надо быстро самому сделать уроки, потому что у него появляется огромное количество вашего совместного времени. И вот ради этого ребенок готов сам делать уроки. А если вот этого совместного времени в ничего не деланье, в бесполезных совершенно вещах нет, ну, тогда, ну, хоть как-то мне надо маму затянуть, чтобы она села рядом со мной. И тогда я буду вот просто ничего не понимать. И она мне сидит и часами объясняет. Прекрасно. Мне только этого и надо. Убрать, ну, вот эту вот значимость, да, то есть хорошей учебы, хороших оценок, и чтобы эти результаты никак не влияли на ваши отношения, да, показать, что самой главной ценностью является то, что между вами, и нет больше никакой другой ценности. И никак не меняется ваше отношение от того, тройку получил ребенок или пятерку. Ну, и самое главное, да, то есть то, что вы, ну, снимаете ответственность, да, за школу, с себя. Передаете ее целиком и полностью ребенку. И тогда на просьбу учителей вникнуть, разобраться и включиться вы говорите о том, что, ну, мой ребенок способен сам. Да, то есть вы там решайте с ним. Да. Договариваетесь, да. Потому что, если ребенок эмоционально не вышел в латент, да, а застрял где-то на предыдущих стадиях развития, он для этой первой учительницы готов сделать все, да, то есть ему важно вот это вот симбиотическое отношение с ней. И вот как определить, ребенок вышел или нет на латентную стадию развития? То есть дети, которые вышли в латент, они ждут перемены. И во время перемен они как сумасшедшие вылетают, да, в коридор, и там у них свои игры, свои какие-то занятия. А ребеночек, который не вышел в латент, он будет сидеть в классе, он будет тереться около учительницы, он будет помогать ей носить тетрадки в учительскую, он будет доску вытирать, да, потому что ему важны вот эти вот отношения. И тогда ваша задача договориться с учительницей. Слушайте, вот ему очень важно, ну, только вот там вы его похвалите, пожалуйста, лишний раз, да, то есть вы вот, вы покажите, вот какого результата он достиг. То есть вот сместить это все на учителя, и ради нее, да, он начнет стараться. Поэтому, конечно, выбрать хорошего первого учителя, ну, вот это вот ваша первоочередная задача, да, то есть собирать информацию, да, то есть у деток, которые выпустились у этой учительницы, ну, предыдущие классы, и, ну, вот создать для ребенка вот эту вот атмосферу непривязанности к результату и показать, что учиться, это очень увлекательно и очень интересно. И что самое главное, еще важно показать ребенку, что ошибаться не страшно. Да, вот начальная школа должна научить ребенка, что ошибаться не страшно. Через эту ошибку можно узнать много всего нового, интересного, да, посмотреть здесь вот можно так, а можно так. И, конечно, сейчас самым лучшим в мире считается финское образование. И говорят, что в Москве и в Санкт-Петербурге уже есть школы, которые работают именно по системе финского образования, которое учит ребенка не получить знания, то есть школа не дает знания ребенку, а учит, где эти знания найти. И когда у ребенка есть способность найти эти знания, ну, ему в жизни ничего не страшно. Да, и у них все уроки проходят в игровой форме, допустим, там, в прикладном именно, да, то есть вот они не учат математику, мы сидим там и решаем уравнение, да, то есть и какие-то формулы. Они там учат математику на уроке кулинарии, да, когда им говорят, вот смотрите, чтобы приготовить, да, то есть там один блинчик, нужно вот столько муки, столько сахара, столько молока, а вот сколько у нас в классе детей? Столько. Нам надо приготовить столько блинчиков. Давайте посчитаем, сколько там муки, да, и вот они в процессе этой готовки, да, то есть вот весело. И понимаете, что это самое интересное, что наше образование, советское, школьное, всегда считалось самым сильным в мире. Наши дети были очень умные. И когда там, ну, по работе, там, родителям каким-то надо было уезжать за границу, и детей приходилось отдавать в какую-то там западную школу, они все возмущались, да они там тупые вообще, они тупые, они ничего не понимают, они историю не знают, географию не знают, того не знают. Но почему-то потом, идя в высшее учебное заведение, они очень там хорошо учатся, и потом в жизни очень хорошо реализуются, потому что их там и учат, что ошибок нет, не существует ошибок. Их учат добывать знания, да, и когда они приходят на работу уже, они в этой своей узкой сфере, они очень быстро осваиваются, добывают знания, и, ну, и в высших учебных заведениях учатся очень хорошо. А в наших школах, когда вот все на вот этой вот механичности было завязано, вот это вот не понимание, а вызубривание, да, то есть очень много было механической информации, да, то есть дети отличники, но почему-то в жизни никак не реализованы, потому что вот этой вот живости ума, она же есть, когда мне не страшно ошибиться, я тогда буду пробовать такой вариант, такой, 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 потому что, ну, мне пофиг, мне не страшно. И потом раз, и рождаются какие-то гениальные решения. А потому что мне не страшно, я не действую в этих шаблонах и алгоритмах, потому что у меня, ну, нет этого в опыте. А наша школа учит именно вот этим вот шаблонам и алгоритмам, и нет вот этой вот свободы и живости. Ну, сейчас, благо, ну, очень много хороших школ появляется, где действительно делают акцент на творчество, да, то есть, ну, вот, самая знаменитая, знаете, да, то есть, Дима Зицера в Санкт-Петербурге, да, школа «Апельсин». Ну, и вообще, вот слушайте лекции Димы Зицера, да, то есть, у кого дети школьники, да, то есть, он там объясняет, да, то есть, когда родители там задают, а как отучить от компьютера, как отучить от гаджета, как, ну, он говорит, слушайте, ребята, ну, мы живем в таком мире сейчас, в котором одни гаджеты и одни компьютеры. Вы хотите, что, ребенка, да, то есть, ну, куда, в средние века отправить, ну, как вы хотите сделать так, чтобы ребенок, да, этого не делал. Ну, и когда родители приходят с работы, садятся ужинать, и каждый сидит в своем телефоне. Что вы ждете от ребенка? Что он еще должен делать? Ну, придумайте различные семейные ритуалы, сделайте, да, то есть, ну, бескомпьютерной, бестелефонной тишины, когда вы садитесь, да, то есть, разговаривать только, ну, вы сами это делаете. Почему-то мы все время ждем от детей, то, чего сами не делаем, но они должны, да, и он говорит, да, то есть, ну, когда вы задаете вопрос ребенку, как у тебя в школе дела, а он вам говорит нормально и больше не хочет разговаривать, ну, вы себе задаете вопрос, а вы, приходя с работы, да, то есть, ну, приходите, начинаете рассказывать о том, слушай, ой, мне там есть тебе с чем поделиться, представляешь, у меня на работе сегодня была вот такая вот ситуация, так вы начнете это делать, ну, сами, может быть, через какое-то время ребенок, приходя из школы, захочет с вами тоже поделиться своими эмоциями, да, почему мы все время ждем от детей того, чего вообще не делаем сами, а где, где им этому научиться, любой вопрос, который вы хотите задать ребенку, задайте сначала себе, почему ты этого не делаешь, и все, тогда сразу все вопросы к ребенку отпадают, когда ты все их на себя переодрисуешь. Попробуй сделать сам то, что ты хочешь от ребенка, попробуй не сидеть в интернете. К латентному возрасту психика ребенка имеет сформированные все структуры психики, то есть, ИТ, да, помните, которая, наша мотивационная система, наша хочу, которая начинает формироваться сразу после рождения. Хочу. Позимуту Фрейду, это оно. Эго начинает формироваться с шести месяцев, да, через мамину эмоциональность, через то, что мама все время ребенку рассказывает, да, что с ним происходит и что он чувствует, и все структуры тела, интеллект, эмоции развиваются медленно и параллельно. И к латентному возрасту эго ребенка состоит из двух частей. Родительская часть и его собственная, да, потому что эго еще занимается тестированием реальности. То есть, сначала мама тестировала реальность ребенка, но с девяти месяцев, когда начинается подфаза практики, ребенок выходит во внешний мир, мама позволяет ему самому осваивать этот мир, при эмоциональной поддержке. И чем больше эмоциональной поддержки мамы, тем больше собственная часть эго у ребенка формируется, то есть, тем больше он сам научается тестировать реальность. и третья структура психики, которая формируется именно к латенту, это суперэго. Это система наших запретов, идеалов, норм, вот всех этих шаблонов, алгоритмов, то есть, и это все естественно изначально закладывается родителями, и сначала все запреты и все идеалы родительские, но потом они, да, то есть, становятся моими собственными, и в латентном возрасте они теряют персонность. То есть, все родительские запреты, нормы, идеалы в латентном возрасте становятся моими собственными. То есть, если, допустим, трехлетнего ребенка спросить, почему надо мыть руки перед едой, он скажет, мама сказала. Если шестилетнего ребенка спросить, почему надо мыть руки перед едой, он скажет вам о том, что есть микробы, которые сидят на руках, там, а мыло эти микробы убивает, а если вот поесть немытыми руками, то там у тебя будет болеть живот. И это уже его собственное, да, то есть, в латентном возрасте суперэго потеряла персонность, да, то есть, оно становится собственными нормами, запретами, идеалом ребенка. Почему эта схема важна? Потому что потом в подростковом возрасте, когда мы будем проходить подростковый возраст, с этим всем надо будет расстаться, надо будет выбросить родительскую часть эго, и надо будет провести ревизию всех родительских норм, которые я вроде бы считаю своими, но на самом деле они просто потеряли персонность, они являются родительскими. И, в общем-то, взрослость заключается в том, что я отказываюсь от всех навязанных мне и внедренных в меня норм, запретов, идеалов, и начинаю вырабатывать свои собственные и действовать, исходя уже только из своих собственных норм, запретов и идеалов. Теперь еще очень важный момент. Значит, помимо того, что есть школа и есть учеба, ребенку пытаются еще навязать огромное количество дополнительных кружков, секций. И в этих кружках и секциях тоже начинают ожидать от ребенка результата. И вот здесь самое важное убрать ожидания результата от дополнительных занятий. говоря ребенку о том, как классно, что у тебя есть возможность после школы пойти и отдохнуть, поплавать, да, попрыгать, поиграть в театральном кружке. Но к огромному сожалению, родители начинают придавать очень большое значение и этим дополнительным занятиям. Потому что на плавание ты должен приплыть первым, на футболе ты обязательно должен забить гол, да, то есть на занятиях танцами ты должен занять призовое место. И почему тебе не дали главную роль в театральном кружке? Ты, наверное, плохо старалась. Здесь очень важно тоже сместить фокус внимания с результата на процесс. это так классно поиграть, побеситься, повеселиться, попрыгать, побегать и не ждать никакого результата. И вот то, как родители относились к нашей успешности и к нашим результатам в этом возрасте, так потом во взрослой жизни мы будем относиться сами к себе. И как первая учительница должна была показать ребенку его собственный результат, не сравнивать с другими, а показать, что ты здесь сейчас очень успешен. И вот наша собственная задача не сравнивать себя ни с кем другим, а постоянно показывать самому себе свой собственный успех. Смотри, какой ты молодец, говорите вы себе, ты сегодня смог вот это, вот это, вот это, не в сравнении с кем-то. Почему сейчас так популярны вот эти вот дневники, да, то есть благодарности себе, потому что у нас внутри не заложена этой функции, которая должна была заложиться родителями в латентном возрасте, да, то есть мы не умеем ценить свой собственный, независящий, да, то есть ни от кого и ни в сравнении с кем-то результат. И поэтому сейчас вот выпускаются эти дневники благодарности, где ты каждый день пишешь, да, за что ты сегодня можешь быть тебе благодарен, и почему ты сегодня просто супергерой. даже если руководитель на работе так не считает, да, то есть партнер так не считает, но ты сегодня все равно супергерой, потому что ты сделал вот это, вот это и вот это. Это была лекция «Откуда берутся взрослые» психоаналитика Алены Ореховой, которую она выпускает вместе с Битрикс24. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова